Девушки отдыхают Он хочет узнать, что такое здоровый дух Вер, я сам расскажу Понимаете, доктор? Вчера на физре учитель нам такой командует Отжимаемся, теперь бежим И что? Ну все побежали, а двое не захотели Они самые слабенькие, наверное, у вас, да, Фома? Ну да, так вот А физрук наш, мальчишек, стал подбадривать В здоровом теле здоровый дух Ну и что же, побежали мальчишки после этого? Да, побежали А я вот весь день потом думал Как они связаны, тело и дух? Можете объяснить, Михаил Гаврилович? Попробую Тем более, что сейчас идет пост И вопрос этот очень актуален А при чем здесь пост? А при том, что в дни поста Мы тоже через тело стараемся Исправить свой дух Хотя иногда нам для этого приходится себя понуждать Понуждать? Это как? Понуждать значит делать что-то, чего нам не хочется Кстати, я заметил, что когда делаешь что-то полезное Даже через силу на душе хорошо становится Вот, Фома, ты и уловил эту важную взаимосвязь тела и души В одни поста мы стараемся и тело свое усмирить И душу к Богу направить И для этого нужно бегать? Нет, Верочка, не в этом дело Смысл в том, чтобы постом и себя сделать лучше И близких порадовать, и Господа А как можно Господа порадовать? Если я, например, в пост не буду есть конфет Какая Бога от этого радость? Не съев лишнюю конфету, ты можешь ею угостить кого-то Или отказаться от сладостей А сэкономленные деньги отдать нуждающимся А в приют для бездомных животных можно? Конечно Главное ведь твое искреннее желание помочь кому-либо И Бог всему этому радуется? Небесному Отцу, как и земным родителям Приятны добрые дела Его детей Ведь делая добро людям Мы делаем добро Ему Да, как будто дарите Господу подарки Поэтому и самые главные заповеди Божии о любви Помните, как они звучат? Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем и ближнего твоего Как самого себя? Да Но самое главное вы вспомнили Вот вы сказали Дарите Господу подарки А я теперь и думаю Так вот, каких подарков от нас ждет Бог Надо же А мне казалось Ему ничего не надо У него все есть Конечно У Господа есть все Но вспомните родителей Они ведь тоже не нуждаются в подарках детей Но как радостно им бывает Получить от дочки или сыночка Какой-нибудь рисунок Или поделку Да Я когда маленький был подарил папе корабль Сам сделал Простенький совсем Но папа так обрадовался И на шкаф у себя поставил И до сих пор гостям показывает Ну вот, видите Доктор, а молитва? Зачем она Богу нужна? Давай продолжим нашу аналогию с родителями Почему они радуются, слыша своего ребенка, когда тот разговаривает с ними? Потому что любят его Да, дядя Миша? Ну вот и ответ на ваш вопрос Молитва – это тоже выражение любви И духовная цель поста как раз и состоит в том, чтобы научиться любить Ну неужели за несколько недель поста можно этому научиться? Ну нет, конечно Этому нужно учиться всю жизнь Вот потому каждый пост мы и стараемся А Господь видит наши старания и радуется А вот еще Вы сказали духовная цель поста А есть еще какая-то? Ну есть и телесная Ограничивая себя в еде Мы укрепляем свою волю и поправляем здоровье А в здоровом теле здоровый дух Да, Вера, именно так Спасибо вам, дядя Миша Да, спасибо До свидания, Михаил Гаврил До свидания До новых встреч, друзья Познаем мир с Верой и Фомой